итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 22 сентября и давайте с вами посмотрим на графики евро фунта поговорим о дальнейших перспективах движения видим что вчера европейская валюта предприняла очередную попытку закрепиться выше сопротивление 1740 данные вчера у нас по еврозоне важны фундаментально не выходились зачем вряд ли можно было ожидать что рост европейской валюты продолжится выше этого диапазона так и произошло а уже статистика по американской экономике по рынку недвижимости по числу закладок в очередной раз удивило что он привело к укреплению американского доллара но весь акцент конечно будет сегодня на заседании федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от того какие решения там будут приняты уже будет зависеть дальнейшее направление пары обратить внимание единственное на что нужно это на то когда фрс начнет сворачивать программу покупки облигаций то что это произойдет уже никто не сомневается рынком это уже учтено и тут лишь акцент на объемах сворачивания и на сроках по прогнозам оценкам экономистов первое это будет старт в ноябре этого года либо в декабре если председатель фрэс жерон пау сегодня удивит своими заявлениями возможно более ранее сворачивание программ покупки облигаций то в таком случае мы увидим рост американского доллара падение фондовых индексов и сопутствующие дальнейшее укрепление дальнейшее ослабление рисковых активов если этого не произойдет если все будет по сценарию в целом паула объявит что программа сворачивания начнется в ноябре акцент сместиться на то что он будет говорить уже о процентных ставках и о сроках их повышения так как изначально во фьючерсах учтен двадцать третий год но уже многие экономисты говорят о том что первое повышение заложено или планируется в двадцать втором году поэтому делаем акцент на этих заявлениях и от них уже принимаем решение что касается сегодня экономического календаря то выходит настолько индикатор потребительской уверенности в еврозоне и больше ничего интересного ослабления в сентябре этого года но это напрямую все зависит конечно с к видными проблемами с очередной волной коронавируса и тут удивляться нечему вряд ли этот показатель как-то всерьез повлияет на движение пары евро доллар поэтому весь акцент конечно же на заседание фрс что касается технической картины то я не стал вплотную выставлять уровни так как все-таки волатильность может быть сегодня достаточно низкая до заседания федеральной резервной системы поэтому акцент покупателя я думаю сместится у нас на уровень 1740 только выход из закрепления вышитого диапазона после пресс-конференции джерома паула приведет к образованию сигнал на покупку евро и в таком случае пойдем на 1774 и можем очень быстро вернуться в район 18 фигуры к сопротивлению 1810 где можно смотреть короткие позиции сразу на наскок с коррекцией в 20 25 пунктов внутри дня если все-таки глава фрс чем-то сумеет удивить как-то всерьез заговорит об ближайших изменениях в денежно-кредитной политики то в таком случае формирование должно пробоя на 1740 либо прорыв и закрепление ниже уровня 1706 все это будут сигналами на открытие коротких позиций в паре евро доллар и пойдем ниже на 1676 1652 и с перспективы обновления 1628 и выхода на 16 фигуру от уровня 1652 и 1628 можно посмотреть сегодня длинные позиции на отскок при первом тесте с коррекцией в 10 15 пунктов внутри дня если мы все-таки защищаем уровень 1706 формируем здесь сложный пробой это будет хорошим сигналом на покупку в расчете на выстраивание нового восходящего тренда по европейской валюте и возврат на 19 фигуру что касается у нас британского фунта здесь также мы видим что медведи споткнулись об уровень 3640 3642 и от того как сегодня его расторгуют будет зависеть дальнейшее движение фунта пока перспективы по удали по снижению остаются реальными и прорыв закреплением ниже 3642 тестово снизу вверх все это образует сигнал на продажу ну конечно остальное движение будет зависеть от принятых решений сегодня комитетом по открытым рынкам праве в 3642 приведет к обновлению 3603 и 3562 откуда можно посмотреть покупки при первом тесте с коррекцией в 20 25 пунктов внутри дня если все-таки быки сегодня сумеют защитить 3642 давление на американский доллар ослабнет то в таком случае точнее вернется в таком случае ложный пробой на 3642 сигнал на покупку а выход за пределы промежуточного сопротивления 3674 будет хорошим драйвером для дальнейшего роста в район 3713 и 3752 подписчики спрашивали что вы видите при выходе фунта выше уровня 3748 ну думаю этот уровень можно пересмотреть и 3748 можно 3752 поставить но не суть я думаю что если мы выберемся выше этого диапазона как мы видим на графике это очень мощный уровень теперь уже сопротивление раньше он был поддержкой закрепление выше может полностью переломить тот нисходящий тренд который у нас наблюдается с середины сентября и в таком случае я думаю очень очень быстро мы вернемся на 3878 и 3910 а там уже будет все зависеть от дальнейших действий уже банка англии в отношении денежно-кредитной политики поэтому все сегодня смотрим за решением федеральной резервной системы смотрим и слушаем что нам скажет джером пау в ходе пресс-конференции и уже принимаем решение будьте сегодня осторожны не забывайте проступ приказы и всем удачи